Здравствуйте, уважаемые участники комнаты в зуме проекта Браво, зрители эфира на ютубе. Сегодня у нас очень интересный гость, исследователь древней русской культуры, причем исследователь там не по книгам, а прямо лично встречался с представителями нашей допотопной цивилизации. Я также ученый, физик, биолог, ядерный физик, что только Владимир Алексеевич не освоил за свою жизнь. Владимир Алексеевич Шумшук, автор нескольких десятков книг, я уже даже не знаю сколько, ведущий школы жрецов. И сегодня он пришел к нам рассказать про секретные техники омоложения. Это невероятно интересная тема, тем более наверняка он проверял на практике и проверяет эту всю историю. Владимир Алексеевич, Вам слово. Добрый вечер. Ну вот я сегодня хотел как раз рассказать о очень эффективных методиках по омоложению человека, которых мы лишены, но которые когда-то у нас были, причем это не так уж и давно было, когда мы имели эти методики, но и которые в принципе сохранились в некоторых потаенных местах нашей Родины, и которые в общем-то не возражают, чтобы они стали известны вновь. Вот у нас, значит, было такое, вернее, был такой орган чувств, который назывался сыть. И этот орган позволял точно определять организму, сколько ему нужно выпить воды и сколько ему нужно съесть какого-то питательного вещества, фрукта, овоща или еще чего-то. И вот этот орган, он у нас блокируется с самого нашего рождения. Дело в том, что если это чувство работает, все, что мы съели, оно не должно выходить наружу. То есть наш кишечник и наша мочевая система, она не должна ничего выделять, если вы все точно съели, сколько нужно организму. Но у нас это все нарушается с самого нашего рождения, потому что ребенок, когда он только родился, его обмыли, его необходимо сразу же отдать матери, чтобы он мог припасть к ее груди. Ну, во-первых, это сразу передается, вот с первым молозивом передаются все сведения Рода, о иммунитете против всех болезней, которые встречались на пути этого рода. Ну, а во-вторых, ребенок не должен получить стресс. А стресс он получает и из-за неправильных родов, то есть когда ему роженец кладут на спину и заставляют тужиться, чтобы она родила вместо того, чтобы ей присесть на корточке, и чтобы ребенок сам вышел под действием собственной силы тяжести. А во-вторых, ребенка сразу уносят. Ребенок имеет связь с матерью через запах. И вот только он теряет этот запах, для него это стресс. Для него это стресс, и он боится, что ему больше не дадут молока. И поэтому, когда только он начинает есть, начинает сосать грудь, у него возникает отсутствие этого органа чувств. Ребенок начинает есть про запас. Он тоже не должен ни писать, ни какать. Он должен есть согласно этому качеству, этому чувству, ровно столько, сколько нужно организму. Но ему тут же его разрушают. И поэтому уже с детства самого у нас это чувство исчезло, исчезает. Это повсеместно, это не только в России, это по всему миру происходит. И вот это отсутствие этой сыты у нас привело к тому, что мы попали в рабство. Бравство более такой развитой цивилизации, которая с нас качает сегодня Галах. То есть энергию страданий, которую нам создают здесь наши захватчики, и которую, в общем-то, мы вынуждены ее вырабатывать, потому что у нас она необходимо рождается из-за тех ситуаций, которые возникают у нас по жизни. Для того, чтобы от этого рабства избавиться, нам можно снова вернуться к тому, чтобы мы ели ровно столько и пили ровно столько, чтобы выделение, что не было выделений, у нас не было, ну, до 1820 года в Париже не было ни водопроводов, ни канализаций. И только, ну, я вот, кстати, озвучил только эту цифру, сейчас она уже изменилась. Сейчас уже, говорят, про 1865 год. Но это неважно. Главное, что раньше ни в дворцах, но и ни в домах. Но раз в дворцах не было ни канализации, ни водопровода, ни кухон, ни каких-то там термических печей для обработки пищи, это говорит о том, что культура была совсем иная, и она зиждилась на том, чтобы люди не ели так много, как мы вынуждены есть про запас, потому что нам вот этот стресс, он всё нарушил. И мы, в общем-то, сейчас с годами всё время полнеем, всё время стареем и всё время, значит, страдаем, болеем, потому что и в итоге у нас наступает смерть. То, что когда нам вводили вот это максимальное едение, оно как раз и лишило нас бессмертия, которое было ещё прописано в Библии, что мы жили вечно, но наши предки были бессмертными. И потери бессмертия произошло совсем недавно, потому что у нас были люди, которые были вечными, они назывались человечими, и были люди, которые жили по сто лет. Ну, это человеки. Век и чело. Чело, ну, это понятно. А век – это сто лет. Ну, а вечи, человечи, то, естественно, что это бессмертие. У нас, в общем-то, получилось так, что именно в XIX веке у нас начали строить роддома для проституток. Ну, а поскольку врачи были не заинтересованы в том, чтобы эти женщины рождали детей, поэтому им ввели и положение лёжа на спине рожать, и поэтому там особо никто не печалился и не заботился об этих новорождённых детях. Со временем эти роддома уже стали распространяться по всему, так сказать, шарику. И причём, значит, у нас получилось так, что детей, значит, у нас стали забирать, там до трёх дней доходило, ну, чтобы роженица якобы отдохнула, от этого всего. В это же время у нас ввели жёсткую продолжительность беременности девять месяцев, хотя она могла длиться до восемнадцати, как и было раньше, но стали вызвать роды искусственно на девятом месяце. Потом у нас тоже не так давно ввели от питания твёрдой пищей, потому что, ну, соки, это понятно. Соки, они очень быстро усваиваются и быстро пивают к насыщению. А вот эта твёрдая пища, она, в принципе, была же прописана и в Библии, когда Ева съела яблоко. В современном варианте запретный плод, что явилось первородным грехом. Ну, сейчас в современном варианте Библии, вот она поменяла свою редакцию в 1905 году, потому что, ну, я сравнивал специально вот эти две версии, и там вот прописано уже было, что женщина должна рожать в внуках. Ну, а во-вторых, вот то, что Ева съела, то есть мы стали питаться твёрдой пищей. Твёрдой, причём люди, которые вот у нас, ну, Окер, например, который употребляет только соки, да, вот Окер, ну, по одним данным, прожил 120 лет. Ну, и то это сомнительно, потому что он прожил, он бы жить мог и долго, потому что все наши натуропаты подолгу не живут. Ну, тут можно приводить и приводить примеры. Никто из них нормально не кончил. У всех какие-то странные смерти. Что там? Поль, Брэк, Эрет, Огер, Шелтон, Атеров, Друзьяк и так далее. Ну, их больше десятка таких известных персонажей, которые, в общем-то, работали в области, так сказать, долголетия, в области того, чтобы люди оставались молодыми. Ну, вот когда у человека появляется вот это вот качество, это чувство, ну, человек уже по определению сможет тогда жить и долго, ну, и самое главное, он начинает молодеть в реальности. Помимо того, что Огер, по-первых, получает до года 26 прививок, и он, в общем-то, не может сам выработать себе вот этот иммунитет, он не может сам проявить свой иммунитет. За него это делает вакцина. Потому что прививок вообще до 1789 года не было, потому что у нас Джейнер, в принципе, ввел прежде всего прививки против оспы. А у нас лечили всегда или запахами, или ваннами лечили, ну, или там при сжигании использовались различными веществами разных, значит, вот точек, той же самой акупунктуры. Ну, то, что там говорят, что это в Китае, якобы все это было у нас не было, но это не так. Китай всю эту технологию пьянил у манжуров, но манжуры, в принципе, были нашими людьми, потому что там было православие. Введением лечения экстрактами, это вот Ганен, во-первых, ввел, да, и начали получать экстракты из трав, которые, в общем-то, использовали для лечения. А так, вот этот метод лечения, он вытеснил наши старые способы, которые использовались нами тысячелетия. Но это, опять же, все было после захвата. Гален, он, в общем-то, римский медик, скривот был, который тоже, в общем-то, в этом плане работал. И у нас пищу нюхали, пищу, значит, пробовали. И это тоже было питанием. Ну, потому что, вот, когда нюхаешь, там не попадает в печень, не травит, если это травление было. А, в общем-то, сразу идет на то, чтобы прорвалось, где болеет, где болит, туда, в общем-то, эти все пирамоны и шли. И у нас, в общем-то, получилось, что печень стала, в общем-то, забиваться. И она уже к 20 годам, как правило, у всех забита полностью. И она перестает через себя пропускать кровь из ворот на вены. И из-за этого, в общем-то, начинает человек интенсивно стареть. Ну, а когда человек, в общем-то, ест ровно столько, сколько ему надо, печень, естественно, не забивается. А незабитая печень – это, в принципе, здоровье. Здоровье и самое главное. Печень ведь интенсивирует такое частое, как гепарин, которое, в общем-то, способствует восстановлению ДНК клеток. И у нас поэтому клетки-то и не старели. Поэтому-то люди и не болели, были молодыми, но и жили вечно. Поэтому у нас вот появился такой термин, как человек, который начал стареть. И остывался такой термин, как человече. В данный момент почти вся еда, я не знаю, может, даже вся еда, что доступна, она же вся отравлена. Даже если ее очень мало есть, все равно это не то. Да, дело в том, что у нас, во-первых, убрали незаменимые аминокислоты. У нас организм вообще использует 60 аминокислот. Это еще было в XIX веке обнаружено. И сейчас вот мы, в нашей современной физиологии, она, кстати, все время тоже, физиология питания имеется в виду, все время упрощалась. То есть я считаю, что там у человека было 25 было аминокислот. Сейчас уже физиология выходит, там только 16 аминокислот. Мы определили, что только 9 нам незаменима нужен аминокислот. Но в действительности их больше. Вот для того, что у нас изменилось количество аминокислот, аминокислоты, это из чего состоят белки. А белки у нас нужны и на ферменты, и на строительство клеток, и на многие физиологические процессы, которые у нас в организме запланированы. Но из-за того, что многого не стало, у нас, естественно, пропало много функций. Вот тот же самый амарант, например, но такие вещества, вернее, те виды, которые, в общем-то, давали нам необходимый набор аминокислот, их, в общем-то, выкорчевывали. Но не только амарант. У нас много исчезло злаков, потому что в нашей культуре присутствовало 108 злаков, как минимум. Но сейчас, если мы там берем с десяток, и то вряд ли. Это хорошо. Причем у нас сейчас вот агенномодифицирование проводится. До этого оно тоже проводилось. То есть у нас ведь были растения все равно и женские, и мужские. А сейчас у нас поголовно все гермафродиты. А гермафродиты, они приводят к тому, что у нас мужским и женским началом деморфизм сглаживается. В действительности, мужчины должны есть мужские плоды, а женщины – женские. Ну, чтобы у нас этот деморфизм он нарастал, наоборот. Ну, и потом, по нему, так сказать, изменения вот этих веществ нам ввели и кемофильные дрожжи, которые приводят к тому, что у нас в кишечнике начинает бродить пища. Ну, и во-вторых, вот почему у нас происходит повышение давления и всего прочего, потому что у нас возникают пузырьки газа. А еще в 19 веке причиной давления считали, что мелкие пузырьки, попадая в кровь, они попадают в мозг, вызывают закупорку засудов мозга, недополучение мозга соответствующего питания, и мозг увеличивает давление специально. Поэтому у нас растет давление крови. Ну, и самое-то вот интересное, для того, чтобы зачать здоровое потомство, помимо того, что вот надо не есть больше, чем нам нужно, для того, чтобы нам быть молодым, нам нужно еще, чтобы у нас тот же самый процесс сперматогенеза был сравним с женским развитием клетки, потому что у женщин, у них на втором месяце беременности происходит закладка аж пяти тысяч яйцеклеток, и они развиваются в восемь месяцев. То есть, женщина рождается уже с развитыми яйцеклетками, и вот дозревают они здесь в процессе овуляции, и когда клетка уже становится способной к оплодотворению, ну и рождению ребенка. У мужчин сперматогенез идет 76 дней. Ну, кто говорит, 72 дня. Но самое-то главное, что я и сам слышал, что часто лекторы, которые нам рассказывают про сперматогенез, вообще называют 72 часа вообще. Но это большое заблуждение и несоответствующие действительности явлений, потому что в реальности мужчина должен воздерживаться, чтобы эмотозоиды, они были такого же развития, как и яйцеклетка. То есть, у нас женщина в два месяца, значит, когда зачатие уже произошло, беременность наступила, яйцеклетки развивают семь месяцев. Ну, еще месяц после того, как она готовится к оплодотворению. А у мужчин получается, что 72 дня, которые не в реальности, эмотозоид не получает. У нас те же самые психологи, сексопатологи рекомендуют, как правило, чистоту половых сношений три раза в неделю. Но в реальности так не происходит. В реальности мужчины могут совершать половые акты и каждый день, и даже не по разу. И, в общем-то, сперматогенеза как такового у мужчин нет. У него сперматозоиды недоразвитые, недосозревшие. И поэтому у нас дети рождаются уже по определению недоношенными и недоразвитыми. Потому что эмотозоиды доношены до развития от сперматозоидов, а сперматозоид недоразвитые. Если мы хотим вернуться к тому периоду времени, когда люди рождали детей богами, нам нужно, чтобы и у мужчин процесс сперматогенеза шел тоже где-то 240 дней. То есть надо 8 месяцев никаких половых отношений, возбуждений и всего прочего не делать. Нам надо, чтобы сперматозоид дозрел. Но вот чтобы этого не возникало, опять же наши захватчики создали условия для постоянной стимуляции либидо, ну и вот этой активности половой. Для этого прежде всего используются алкогольные напитки. Но у нас в общем-то очень часто становится сразу уже на наших глазах все вот эти вина, которые были для всех других целей. А теперь еще вот збитень, который в общем-то не был никогда алкогольным, а теперь оно уже стало алкогольным. Тоже пиво, оно тоже было безалкогольным, и оно вообще не из-за меня получалось. Теперь оно тоже уже стало алкогольным. Ну и все остальные в этот первый момент. Ну а теперь у нас детишек кормят кефиром. Кефир это в общем-то работа грибков, а грибки как правило выделяют при своей жизнедеятельности алкоголь. В кефире это 2% алкоголя, а мы кормим детишек именно алкоголем. Дальше значит к каким же веществам относятся квас, тот же самый умыс, ну то есть все что немножко хотя бы начинает бродить, оно уже все имеет алкогольное начало. Специально у нас добавляют алкоголь в те же конфеты, в те же печенья, чтобы тесто было поросыпчатое. Если так посмотреть, все соления, даже квашеная капуста, все имеют алкогольное начало. И если мы начинаем кормить уже с детства всеми нашими продуктами, то у детей, во-первых, быстро начинает созревание происходить, половое. Ну а во-вторых, у нас же в 34-м годах только созревание еще древюции было. Ну а потом уже оно сокращалось, сокращалось, у нас же сели в общие так сказать дома многоэтажные, в которых люди своими полями влияют друг на друга, и поэтому дети стали раньше нас созревать. Ну и чтобы это прекратить, надо, конечно, выбрать правильное питание, где нет ни алкогольного начала, ни тех ядов, которые сейчас нам добавляют в пищу, это для того, чтобы пища не слеживалась, для того, чтобы она портилась, то есть добавляют эти антибиотики. антибиотики, как уже показано многими врачами, они в действительности в общем-то способствуют дисбактериозу с одной стороны, но с другой стороны у человека в общем-то иммунитет теряется, иммунитет должен все время работать, но он не работает. теперь у нас все вот эти добавки, которые там обозначаются на этих техниках Е, они все как правило не изучены до конца, к чему они приводят. Ну вот, известно, что во Франции сейчас люди после смерти, да, трупы не разлагаются, потому что те консерванты, которые добавляют в пищу, да, консервы, они приводят к тому, что сохраняют тело, они не разлагаются, никто их не пытается употреблять пищу из жителей, так сказать, земли. Ну и интересно еще, что у нас в общем-то в организме широко достаточно представлено фауна, все грибки, микробы, бактерии, но они стали жить как раз за счет того, что у нас отлагается много вот этих избытков пищи, которая переваривается, но клетками она не усваивается, потому что она не нужна, но и она здесь же в межклеточном пространстве отлагается, и поэтому у нас развиваются и грибницы, и микробы с бактериями, и самое интересное, что в природе у нас встречаются лишайники, например, лишайник это грибница и водоросль, но лишайники, как правило, они живут на природе, на деревьях, на остатках каких-то органических, но в действительности грибница может создавать симбиоз не только с водорослью, она может создавать симбиоз с микробом, это тоже лишайник получается, но только микробный лишайник, и он у нас в общем-то забивает наш организм, и то, что грибница, когда разлагает субстрат, она выделяет воду, ну там жир, например, там воды много выделяется, а микробы они не могут есть сухую пищу, которая в общем-то как как избыток получается, и забивает межпиточное пространство, и поэтому они совместно живут. И в общем-то микроб пользуется водой у грибницы, а ей в принципе грибница отдает свои экскременты, которые микробы выделяют при своей жизнедеятельности, поэтому лишайник, но именно микробный лишайник, он живет в нашем организме, точно так же и лишайник бактериальный, он тоже живет в нашем организме. Ну и не случайно Дмитрий Мымников понял вопрос о существовании так называемой гидры, которая была описана еще в старых легендах, но это как раз связано с тем, что вот у нас появились внутренние лишайники, которые в общем-то уничтожают наш организм, они проникают во все абсолютно органы и ее часто воспринимают как лимфатическую систему, потому что грибница похожа на лимфу, именно на лимфатические сосуды, поэтому чтобы вот таких явлений у нас не наблюдалось, да, нам в общем-то следует вернуть это наше чувство, которое называлось сытью, ну и собственно говоря начать снова новую жизнь, потому что это в реальности та цивилизация, которая в общем-то имела эти достижения, но и которые мы можем снова возвратить. У нас в общем-то движение неедов множится и то, что нееды именно это новая цивилизация, и это цивилизация, которая достойна того, чтобы выйти в космос и чтобы ее больше никто не гнобил, потому что в космосе это вещи все давно известные и никто не пытается там лишить тех существ вот этого органа чувств, который называется Сытью. А те наши дальние родственники, которые живут на других планетах, у них там тоже получается неедение? Конечно. Ну вот если посмотреть фото тех же самых антропомортных видов пришельцев, да, у них же красивые фигуры, вот молодые лица, хотя они пристречка называют для нас несусветные сроки, там и по 300 лет, и по 600, по 1000 там лет. нас приучили, что мы должны там жить 60-70 лет. В реальности мы запрограммированы на очень большой срок, но об этом говорят, допустим, те же 6 закладок зубов. Вот первая закладка у нас это молочные зубы, вторая это 30 годам вырастает там, когда зубы мудрости, вот третья это где-то 72 года, у нас в случае, что в 70 как раз лет вырастает, третья уже закладка зубов, и получается, что в принципе каждый хотя бы там 40 лет, да, у нас должна вырастать новая закладка, то есть это уже получается 240 там лет, да, но живем только 60-70 и то сейчас уже возраст смерти очень снижается сильно, потому что 40 и 50 лет люди уходить уже начинают, но потом нам уже специально живут и курение там, и наркотики, и алкоголь, которые в общем-то снижают сразу продолжительность нашей жизни. Да, у меня есть знакомые, которые работают в медицине, они рассказывают, что сейчас те болезни, которыми болели старики, теперь им болеют уже дети. Ну да, нам специально вводят новые продукты, ну например сахарное свекло, которое привело к тому, что люди стали болеть диабетом. Раньше диабетом вообще его и не знали, потому что питались или медом, или значит, кленовым сахаром, у нас был кленовый сахар, а в 30-е годы ввели сахарную свеклу. Сахарная свекла, она чем отличается от остальных всех сахарных растений, тем, что они фруктоза и глюкоза седины вместе. И для того, чтобы их разорвать, нужен инсулин. Ну, его понятно, у нас в организме не было, это уже рассказать нового реакции организма. А в кленовом сахаре и в тростниковом фруктоза и глюкоза они не соединены в свободном состоянии и на них не нужно вырабатывать инсулины. Ну, и поэтому люди, когда пьют или едят, употребляют сахар, они постепенно в общем-то избыток приводят к тому, что у них возникает диабет первого-торого вида. Так вот появилось у нас эта болезнь. Ну, а диабет, он еще, помимо того, что просто повышение сахара в крови, он же приводит еще и к гангренам может привести, к потере зрения может привести. То есть, это все как раз новые вот эти вот болезни, которые нам все время внедряют с помощью пищи, с помощью всевозможных добавок, ну, и изменения вот этих веществ, которые много продуктов, которые мы не употребляли раньше, ну, а теперь стали употреблять, ну, вот картофель стали употреблять, то есть посленовые. Вот, а посленовые это и помидоры, и перец красный, и баклажаны, а они, в общем-то, приводят к тому, что посленые у нас вырабатывают солонин. это как раз тот алкалоид, который, в общем-то, делает человека глупым и ленивым. А вот глютен, как раз он приводит к истончению кишечника, да, и у нас содержится и пшеницы в самых вкусных продуктах, и в ржи, и в ячмени, да, его нету в том же овсе, например, вот в рисе нет, вот сорга нет, поплавок тоже нет. Глютен истончает стенки кишечника, а у нас на стенках кишечника, в принципе, синтезируются практически все вещества, нужные организму, а здесь истончение, которое приводит вплоть до прободения кишечника, ну и к пертониту, естественно, ну и прочим, последствиям неприятным, которые могут вызвать этот белок. И, кстати говоря, вот еще, когда у нас вели корове молоко для питания детишек, да, ну и вообще для питания взрослых, вот коровы, они вообще агрессивные животные, в реальности от коров гибнет, народу больше там, чем на тех же самолетных авариях, да, и были проведены эксперименты, когда поросят стали скамливать молоком собак, и вот получились, значит, поросяты, которые охраняли свою территорию, дрались между собой, кидались на прохожих, то есть вели себя как собаки, но у нас все от того, что введено не только там коровь молоко и козьем молоко ввели, ну и там больше десятка еще всяких животных, там буйволица, ослица, значит, конское молоко, верблюжье, ослиное, буйволье, молоко яка, где-то 16 видов у нас используется, все детишкам даем тоже, но и детишки тоже приобретают характер тех животных молоком, чьим мы их кормим, но получается, что мамы, которые не могут кормить детишек, да, упывают на эти все искусственные смеси, ну понятно, что у детей, в общем-то, развивается нечеловеческий характер, потому что та же вот ревность, например, да, как раз продукт коровьего молока, да, впрочем, не только коровьего, быки очень ревнивые, козлы тоже ревнивые, ну и остальные животные, у них ревность-то ну чуть ли не основное качество, их проявление, вот, ну и потом, когда вот были исследования, срезов мозга у грудничков, да, и даже двухлетних детей, то получилось, что у двухлетних детей интеллекта в три раза меньше, меньше связи в голове, чем у грудничков, то есть, когда уже ребенок начинает есть вот это чужеродное молоко, он, естественно, теряет и способность мыслить так, как могут мыслить те же самые груднички, поэтому, когда женщина говорит, что у него нет молока, ну это не так, потому что практика показывает, что даже бабушку можно раздоить, и это не только легенды там, это и реальные, в общем-то, факты и современной жизни, но и не только бабушек, можно даже и мужчин оказывается раздоить, вот, если вот все время отсасывать молоко, поэтому, если там у женщин нет почему-то молока, пусть используют там разные приборы, которые, в общем-то, могут доить, и все равно ребенок должен есть молоко, причем нас даже аборигены кормят до 4-х, и она даже до 8-ми лет, но у нас в год почему-то прекращают кормить, рекомендуют прекращать, этого не должно происходить, надо, чтобы ребенок ел молоко, пока он сам не откажется, но желательно до 4-х лет, тогда, естественно, у него будет иммунитет, у него будет и здоровье, всякие качества, которые, в общем-то, были у наших предков, которых сейчас нет. Да, хотелось бы, конечно, прямо, чтобы с рождения все было нормально, но в нашем случае, когда уже испорчено все, что только можно, какие существуют варианты? Ну, дело в том, что вот у нас ведь как бы наши вот эти завоеватели, они же все время хотят показать, что мы неразумны, и что все те эксперименты, которые они делают над человечеством, над людьми в отдельности, каждым там человеком, потому что мы являемся дойными коровами и энзимов, и тканей, и крови, чтобы их обосновать, они хотят доказать, что мы неразумны, и то, что мы даже не знаем, что мы в общем-то переедаемся. Это тоже один из признаков неразумности, ну, или полуразумности. Мало того, что у нас взгляды на природу и все прочее не соответствуют реальностям во многом, да, что тоже она ставит на доску с неразумами, на одну доску. Ну, и обосновать опять же вот эти все опыты по их секции, по скрещению, генетические всякие опыты, которые, в общем-то, творятся над человечеством. Вот, причем же известно, что и президенты Соединенных Штатов подписывали такие договора, чтобы можно было делать с людьми что хоть, а что они в принципе делают. Ну, и потом они проводят массовые внедрения всевозможных иллюзий в наше сознание, которые тоже опускают людей на одну доску с этими неразумными существами на разных цивилизациях. Ну, последнее внедрение, которое, я так полагаю, стоило очень больших средств, когда нам внедрили, что в общем-то Земля плоская. Тоже один раз наблюдалось в истории человечества, когда вундресе это внедрить, но потом, правда, человечество подумалось и в общем-то отвергло эту теорию, что мы там Земля плоская стоит там на слонах, слоня на черепахе, ну, и другие там глупости. Ну, я верю, что такие попытки будут еще и еще раз. И так, чтобы вот эти вот иллюзорные теории, гипотезы захватывали большое количество масс. Ну, вот по плоской Земле удалось распространить это все человечество. Хотя, конечно, большинство это до лампочки, но чтобы интеллигенция и элита так считала, ну, вот это сделано сделано на захватнической цивилизации. А мы в общем-то можем от этого уйти благодаря вот как раз просвещению людей, приобретению правильных взглядов на жизнь, на окружающие явления, на правильные трактовки. Но это во всяком случае нас вытащит из этого состояния, которое мы сейчас имеем. а уже можно задать какие-то вопросы из чата или мы еще должны пройтись по кандиды. Как избавиться от кандиды? Есть какие-то такие действенные методы? Ну вот от кандид, потом даже от ленточных червей. Вот самое эффективное средство, проверенное на практике, да, в соответствующих центрах, естественно, это когда человек принимает кастурку, вот, что в общем-то препятствует присасыванию и способствует наоборот скольжению этих червей у нас в кишечнике, вот, и вызывает выделение этой желчи. И когда желчь идет, особенно состарелая желчь, если она скопилась в желчном пузыре, мы в самой печени, она очень ядовитая и очень жгучая, и она разлагает тела вот этих червей, которые у нас в кишечнике могли завести, и кандит, ну, и естественно, что проявить кишечник, а почему надо обязательно принимать кастурку, чтобы смазать кишечник, во-первых, потому что когда идет желчь, она может прожечь и кишечник, не только вот этих червяков и грибков, вот, и поэтому она растворяет все эти головки, присасывающиеся к нашему кишечнику, растворяет их тела, но от них ничего не остается в реальности. когда смотришь, что выходит из людей, ну, раньше была колонна терапия, сейчас ее, в общем-то, запретили, там видны только фрагменты червей, а грибков нет, колонна терапии, когда идет, там уже все видно, там идет одновременно всасывание, всасывание, накачка, значит, водой, и всасывание ее, ну, и в общем-то, ее запретили, это, конечно, правильно, потому что у многих людей тонкие кишечники, из-за того, что они все время едят глютен, ну, то есть, едят хлебобулочные изделия с глютеном, там со всеми вот этими добавками, которые широко применяются у нас, и поэтому кишечник очень тонкий, и он рвется, поэтому колонна терапия, в общем-то, не пошла, в общем-то, метод-то интересный, у кого нормальные кишечники могут не шаловать колонна терапию проходить. Червякообразные друзья, это одно, а кандид, это же все-таки грибок, она очень глубоко проникает в организм, не только там, кишечники сидят. Ну, вообще, для кандид, один из таких вот способов, это березовый деготь, его надо на нужно мякоть хлеба использовать, капли, две капаешь и проглатываешь. но обычно там три недели, но и, как правило, вообще, со всеми грибками заканчивается. Но, вот, останавливаться нельзя, потому что, если ее затронешь, грибницу, да, и не долечишь ее, она потом развивается вообще. с ними трудно бороться вообще с любым грибком работать на трубе, потому что они, в общем-то, очень быстро адаптируются, поэтому то же самое неедение, когда вы лишаете грибок этой возможности развиваться, потому что им все равно нужна вода, прежде чем они начнут сами получать ее. Можно его попробовать использовать. Хорошо. А вот скажите, лептиды действуют так же, как и глютен, или нет? А, лептины? А, лептины? у меня пептиды послышалось. Но по лептинам у меня нет сведений. Скажите, а что вы думаете о том, что у тех, кто не ест, у них температура тела снижается? То есть это показатель чего вообще, как это происходит и почему это происходит? Ну, это происходит потому, что у нас количество вот этих реакций, когда избыток пищи, вот, каждый реакций выделяет тепло, ну, и поэтому у нас, в общем-то, температура тела, она повышена в реальности. У нас на поверхности 36, 36, внутри-то вообще 38 градусов. Вот, когда температура в той же прямой кишке, в общем-то, тоже 38 градусов, и температура у тела нормальная, ну, которая считается нормальной. А вообще вот до ОСа-то они говорили, даже если до 34 градусов снизится температура, человек уже один шаг делает к бессмертию. Вот, ну, я знаю, что у некоторых вообще-то 29 градусов снижается температура. То есть, там вообще минимум реакций идет. Понятно, откуда там взяться температура, когда минимальное количество реакций. Ну, а мы, в общем-то, то перешел на нееденье, допустим, на малоеденье. Малоеденье, конечно, более эффективно, но перед тем, как на малоеденье перейти, может быть, стоит какое-то время поголодать так, чтобы температура реально понизилась, чтобы у нас уничтожились все вот эти лишние запасы, которые копятся за всю жизнь. При нееденье, как известно, возникает явление, когда лейкоцитов и лимфоцитов в крови не обнаруживают. То есть организм становится чистым, ему не надо никого есть. Никровов нет, грибов нет, ничего нет. А вот тогда следующий вопрос на эту же тему. Те, кто не ест, у них температура падает, это понятно. А если те, кто еще едят, есть ли какой-то такой режим питания, при котором все-таки минимизируется количество реакции и температура снижается как-то вы немного. Это малое едение, то есть немножко понимав, есть ведь многие же как-бы не переходят полностью на неединное, ну раз там в день едят, да, вот, тогда в общем тоже может снизиться температура. Потом у нас ведь рождаются люди, у которых все время понижена температура, у них все время, в общем-то, ну нельзя сказать, что так, как обычные люди едят, в принципе, так же, ну понемножку всего. Тоже способ. Можно, конечно, принимать вещества, которые убирают вообще аппетит, да, но это обычно какие-то коллагены там, которые в общем-то заполняют объем желудка, вот вроде делают чувство насыщенности, а в то же время, ну, особенно, если еще клетчатки там много, но клетчатка, как правило, вся у нас не разлагается, ну, или разлагается очень немного ее в организме. Опять же, эта насыщенность не позволяет, в общем-то, организму впитывать избыток питания. Но это тоже, в общем-то, приведет к снижению температуры, но может привести. отлично. Владимир Ильич, скажите, а вот вообще в процессе омоложения, о котором у нас сегодня тема лекции, какую роль играют, может быть, есть ли значение каких-то дыхательных практик, может быть, задержки дыхания, какое значение может быть у физических упражнений, ну, вот по этим аспектам пройтись, там, тот же самый сон, там, психология, там, зажимы, там, когда зажатые мышцы где-то там приезжатые, вот, пройтись со всех сторон, что бы вы сказали? Вообще дыхание, опять же, у неедов, малоедов, оно сокращается до одного раза в минуту, обычному человеку 20 секунд даже трудно выдержать, что говорит уже о патологическом состоянии организма, а здесь, в общем-то, говорит, когда человек много дышит, вот, здоров как раз состояние организма, мы есть вот способы, когда люди по многу могут не дышать, часами могут не дышать, но это тоже старая методика, которая предполагает употребление зеленых трав, вот, причем их употребляют не так, их не глотают, они должны растаять у нас во рту эти травы, и вот попавший в кровь к нам флорофилл, он же выполняет функцию гемоглобина, фактически, да, то есть он несет кислород, если облучать человека светом, в этом случае, они начинают, ну, организм начинает питаться вот как раз работа этого хлорофилла, но это понятно, что это, в общем-то, разовая такая процедура, в следующий день хлорофилл он уже может и использоваться, а глотать, почему нельзя эти зеленые растения, ну, потому что у нас впитывание в кровь происходит в родовой полностью сразу, и, в общем-то, хлорофилл не разлагается, а через желудок, если он пройдет, он понятно разложится, как любой белок. Ну, вот этот момент, в общем-то, может позволить нам мало дышать. Есть еще методики, но такие случаи, что человек перестает дышать, есть. Но при этом он живой и не зомби. Зомби, да, у них и сердце не бьется, и кровь не идет, и не дышат они, они тоже двигаются, как и мы, да их и не отлучишь. Но единственное, что тело холодное, вернее, имеет температуру в окружающей среде, и не могут говорить. тему зомби мы даже никогда не касались особо так подробно. А вот вот это вот чувство сытя, или как-то вы сказали, такое ощущение, вернуть назад, чтобы оно возникло, это надо проходить через длительные пищевые паузы, чтобы в результате них оно может обратно активировалось. да, то какой примерно срок нужен? Ну, дело в том, что если человек будет есть так, чтобы у него не срабатывал процесс дефекации и не было диуреза, да, то он быстро у себя восстановит это качество, я думаю, не надо там. Во-первых, это не голод, это просто конкретно число, вернее, количество пищи и количество воды. Нам же рассказывают про три литра там надо пить, вот, ну, в системе йоги, да, ну, это такое количество воды нужно, когда человек чистится, тогда да, нужно пить, а если у него нормальная обычная жизнь, зачем ему три литра, там достаточно несколько глотков в день, может быть, которые он истратит. Самое-то главное, чтобы не было выделений, нас же вот эти все кишечники, ну, кишечник, понятно, он для синтеза нужен, но выделительная система вся, она зарабатывает должна, как клапан, когда давление в котле там повышается, клапан открывается, чтобы выпустить пары, котел не взорвался, то же самое у нас, у нас наступает процесс выделения, чтобы организм не переел, потому что и вода не должна выделяться, она должна полностью использоваться организмом, и пища не должна выделяться, она полностью должна использована быть организмом, у нас ведь в автомобиле бензин не выделяется, но он выделяется там в виде этих выхлопных газов каких-то, но у нас нет ни трёхдого там, ни жидкого остатка, всё, в общем-то, в дело уходит, всё в энергию, но то же самое с пищей человека. Тут, конечно, у меня возникает вопрос, потому что я знаю, что некоторые нееды, ну или те, кто пьют там только соки, и то немного, то у них иногда возникает вот это самое выделение. Ну, они тоже перепивают избыток. Ну, нормально. То, что у нас были иногда избытки, да, у нас почему вот и не канализации не строились, в общем-то, да, ни отхожих мест не было. Ну, когда нет выделения, зачем нам канализация, зачем нам отхожее место какое-то. Вот, а то, что на соках сокращается, ну, вот, я знаю, у нас некоторые артисты зарубежные тоже на соках живут, ну, там, раз в неделю такие вот казусы случаются. Ну, а, в общем-то, если и не случается, это как раз показатель того, что, в общем-то, все происходит правильно. у них чувство вот эта цития вернулась, и они, в общем-то, могут жить столько, сколько хотят. Дело в том, что у нас еще, видите, как бы нам внушили, что больше 60 лет нельзя жить, да, ну, что это предел. Ну, и мы верим главное этому. Это ведь иллюзия, это навязанная иллюзия. Но началось-то, конечно, с Владимира, который, в общем-то, внедрял смерть, ну, потому что перевлачение надо было ввести в ультиматум, который не выполнили и и поэтому был апокалипсис в свое время. Многие наши и спутники планеты, и планеты погибли. Осталось то, что осталось у нас. это как раз те, которые пошли на то, чтобы человек умирал, но чтобы он снова мог воплощаться, потому что душа должна быть бессмертная. Ну, и душа в действительности у нас достигла уровня бессмертия и, в общем-то, достигла уровня божественности. А божественность у нас это вездесущность, могущество и бессмертие. Но любое наше тонкое тело, если он достигает этих уровней, ну или наше тело физическое достигает этих уровней, оно становится в реальности бессмертным. Бессмертное тело это супер. А вот следующий вопрос про сыроедение. При сыроедении добавляю пищевые неактивные дрожжи, можно ли их есть неактивные? А бывают разве неактивные дрожжи? А зачем добавлять в тегурщи? Вот я знаю, ребята в деревнях балуются, когда, но не балуются, а когда их там поймали, что они залезли, там первые яблоки, первые вишни, вот у кого они появляются, к ним обязательно ребят, ну и девчат подчас. Они потом стят, берут, покупают пачку дрожжей и кидают ее в туалет. Ну, в деревнях, как правило, туалет на улице, ну и там проходит буквально и суток не проходит, ну и этот туалет сносит вот это жижа, которая поднимается от неактивных дрожжей. Уже всегда активно, потому что это грибок, это грибок. Опасные какие советы вы даете? Это распространено было, ну в мое время было распространено. Ну, мы поняли, мы поняли, что ваше время с вами опасно было. Да, и деревни, они, в общем-то, опустили. И тем более молодежи, тем более детворы нету. Поэтому это бесплатный совет. Он уже не пригодится. А вот скажите, что вы думаете про влияние в целом экологии? Ну там воздух какой, чем мы дышим, загрязнение всякими полями, теми же вай-фаями и прочее. Вот эта вся история. Может ли человек, который собой занялся, но при этом живет, скажем, допустим, в городской среде, может ли он достичь состояния, когда он омолодится и будет жить сотни лет? Или все-таки либо ты живешь в городе и умираешь, как все, либо если хочешь долго жить, значит надо с города уехать? Видите, нашу цивилизацию пускают именно по техническому пути развития. У нас до этого цивилизация была по биологическому, по органическому пути развития. Она шла и все вот эти качества, которые мы получаем от супертехники, там действительно машин, те же самые гаджетов, вот, это было присуще человеку. Та же самая память, сверхпамять, да, у нас и сейчас рождаются люди со сверхпамятью, но и потом методы как бы создания вот этой сверхпамяти, ну, просто их не применяют. Те же самые качества, та же самая телепатия, у нас же ее, почему вырезали-то, мы не вырезали, убрали. Благодаря как раз воспитанию детишек, потому что раньше в школах была каллиграфия, вот каллиграфия предполагает писать обеими руками, а у нас мы вели чистописание вместо каллиграфии, но пишешь одной рукой только, я не знаю, сейчас чистописание, по-моему, сейчас убрали тоже, вот, для того, чтобы и правая и левая рука были одинаково развиты, ну, раз одна только рука у нас развита, телепатия не получается, потому что восприятие как раз образа двумя половинками мозга, да, приводит к резонансу некоторому, и это образ становится ощущаем, вот, и поэтому телепатия, она возможна была, ну, а сейчас раз один только, одно только полушарие дает нам такой спляск, а вторая в этом плане не принимает, вторая половина мозга тоже не принимает участия, она принимает, конечно, но мало, она недоразвита, одна половина мозга у нас недоразвит, почему лицо асимметричное получается, руки, ноги асимметричные, всегда одна нога длиннее другой, одна рука длиннее другой, вот, ну, потому что мы работаем только одной рукой, ну, и другие у нас, у нас же тех же самых видов видения было больше десятка, да, сейчас же только мы видим, и все, мы могли видеть будущее, видеть прошлое, видеть прошлые жизни, и все прочее, это все к видению относится, а уже в 19 веке я вот читал там какой-то, не помню фамилию, но это был епископ, епископ, который говорил о том, что человечество слепнет, то есть мы перестали видеть сквозь стены, перестали видеть события, которые могут буквально сейчас проявиться, свершиться, да, мать, например, у нее иногда проявляется такое зрение, глядя на ребенка, что он сейчас будет совать руки в розетку, ну, пальцы в розетку, она бежит это и предотвращает или кричит, чтобы он не делал этого, но у нее это видение появляется, вот вообще вот у женщин, как раз, когда они рождают детей, у них вот эти способности иногда проявляются, но они просто на них не обращают внимания, а в принципе вот эти видения тоже проявляются, а у нас видения, смотрите, сколько было и глядеть, и смотреть, и зыреть, и окаемить, и стрелять, там больше десятка сейчас все это должно вернуться к нам, а для этого надо опять возрождать и то же самое работа правой-левой рукой не только в каллиграфии, но и в трубе, чтобы обе руки работали, сейчас же труд, насколько я знаю, убрали, сейчас вычисленная техника везде, которая пытается все у нас заменить, да, но и поэтому ну вот не стало у нас промышленности по каким-то причинам потоп там или еще землетрясение, ну и все цивилизации не будут, потому что создать все это снова невозможно сразу, да, опять столетия будут проходить, а вот то, что в нас, оно никуда не исчезнет, если мы не погибли, значит мы обладаем этими всеми свойствами, мы знаем, как их развивать, мы знаем, как, чтобы они не терялись, но и все, цивилизация будет все равно на прежнем уровне. Да, это уж точно искусственный интеллект, автоматизация, я подозреваю, что нас вообще просто всех хотят заменить. Ну да. Ну, если говорить о таких вещах, как продление сроков жизни и может быть о бессмертии, то у нас же в данный момент есть те, кто очень долго прожили, они, ну, из тех, с кем вы встречались, они вот все еще что-то подъедают там иногда или у них прямо вот они чисто вообще ничего никогда в рот не кладут? Ну, дело в том, что я как бы не при всех таких функциях присутствовал, да. Ну, конечно, если коротковременная встреча, то, конечно, никто не ел. Но, если длительная, они ели, они ели в принципе то же самое, что и мы ели. Ну, что было на столе, то они и ели. Вот. Ну, единственное, что мясо, да, мясо они избегали. А потом, видите, там точно сколько им лет, ну, как-то они не очень активно об этом говорят. Но вот один мне человек сказал, а что тебе говорить, ты все равно не поверишь, сколько им лет. В реальности такое происходит. Ну, с теми же вот Кащеями когда встречались, вот то же самое. они сказали. Они не говорят в возраст. Ну, кстати, вот Кащеи, они же вот, насколько я понял, придают большое значение вообще желанию жить. То есть, у них там вопрос бессмертия стоит не столько там в питании и не питании, сколько в самом желании жить. И вот они и тренируются в этом отношении. Умирает, там, оживает и все прочее. Да, они умирают, умирают. У них это стремление жить настолько развивается, потому что они же каждый день это делают, что они спокойно, даже если их там убили или еще что-то, они могут все равно ожить. потому что при смерти, когда двигается там убиться сердце, да, клетка заживает очень быстро. Не важно, там, инсульт, инфаркт, но очень показано, что в пять раз быстрее, чем обычно у человека. И поэтому, когда человек, в общем-то, умер от какой-то причины, да, у него произошли все вот эти заживления, его можно оживить. Но поскольку у нас наша медицина, ну и цивилизация не владеет этими методиками, поэтому людей отправляют. Если человек воспитает себе вот это стремление и способность оживать, ну, значит, будет получаться, что он будет нуждаться в тех, которые его реанимировали бы. Он сам себя может реанимировать, достаточно много тонкостей, нюансов с продлением жизни. Конечно, самое главное из них не подавать документы на пенсию, а то они заодно только пенсию догоняют. Скажите, вот, конечно, тема омоложения, а вы можете поделиться каким-то своим опытом? Вы что-то делаете сейчас в этом направлении? я, конечно, вижу на видеосвязи, что вы получше стали выглядеть, но все равно же этот вопрос интересна задать. Ну, сейчас я как раз испытываю эту систему не нахождение в туалет. То есть есть только, чтобы не было никаких выделений из организма. Ну, посмотрим, только начал. К чему она придет? А так, я же много всяких систем использовал, ну, в смысле, проверял. Вот. И Рета там, и того же блокера, ну, и разные как бы были результаты. Ну, обычно хорошо все, да, но потом, когда сходишь с этих систем по каким-то причинам, то жизнь-то она не дает все время заниматься этим. Вот. Ну, особенно, когда вот отдельное питание, но те же соки, да, не всегда ты можешь их сделать, да. вот какие-то бывают ситуации, что надолго вообще оказываешься вне, так сказать, условий цивилизации, когда можно делать эти соки. Ну, понятно, что слетаешь. тоже среднее пришли тут как бы среднее самое такое простое, что можно сделать. Ну, вот 6 лет, но и то пришлось слезть, потому что события по своей же воле менять питание. Но чаще все системы заканчивались или покушением, или отравлением. Владимир Алексеевич, я и я думаю целое огромное количество людей, мы желаем вам добиться успеха в этом своем мероприятии, омоложения, потому что очень уж хочется, чтобы вы дальше несли вот эту информацию, рассказывали нам о том, как все было раньше, как живут сейчас непрописные древле православные люди. Вот, а скажите, вот мы не коснулись еще физкультуры, вот опять же спрашивают плавание, закаливание, или даже какие-то запахи влияют ли вот это по идее же должно влиять физическая активность на омоложение, как вы думаете? Да, конечно, конечно, особенно запахи, ведь запахами убирают депрессии, например, лечат многие болезни, но особенно простудного характера, вот все. Вы про запах чеснока там уже обложите о чесноком? Да, нет, ну это обычно войны деревья, их масла, вот когда дышишь ими, ну все вот эти болячки, они проходят, даже гаймориты, фигиты там старелые уходят. Вот. Это вот как раз запахи. Вот, что касается закаливания, оно не мешает, то есть закаливание, тем более там витамин D, если вы там на солнце закаляетесь, да, если вы обливаетесь холодной водой, но у вас созудистая система всегда в норме и всегда в общем-то будет, так сказать, держать нормальное давление, и все стрессы и все прочее. У нас стресс может вообще вызвать смерть, мы же это знаем, а тут таких туда уже вещей не будет. Поэтому закаливание, я не говорю, что это не необходимое, потому что оно как бы не является и достаточным, но это как дополнение, понятно, что повышать потенциал молодости, тем более эти витамины D, он же у нас в организме синтезируется только на свету, сам по себе он не может синтезироваться, ну разве что, если мы будем есть светящиеся бактерии, только тогда. Есть светящиеся бактерии, это не наш формат, мы тут все стремимся к неедению, как же мы будем есть бактерии? А вот скажите, вы встречались с Александром, который создателем энзимов в Москве продукции, какие-то энзимы делают для того, чтобы лопать их энзимы и постепенно перейти на неедельное и все такое? Вы знакомы встречался с ним лично и покупали мы эту продукцию, испытывали. Но там эффекты есть, конечно, эффекты есть, может быть, не такие быстрые и такие существенные, но есть и некоторые побочные эффекты у некоторых людей. Я не только свой опыт в данном случае смотрел, но и у других людей, но у многих проходили вот их устарелые болячки, то есть энзимы работают в реальности. Ну и потом они же даны Александру так сказать свыше, свыше в общем то, что дается анонить. Какие-то неприятности есть ли у кого-то и возникали, там еще не отработана полностью методика, с чем нельзя, например, употреблять эти энзимы. Или можно ли допустим на голоде их употреблять. Там все самому приходится на эти вопросы отвечать. Поэтому не тихо. Насчет энзимов, я лично от себя хотел бы задать вопрос. А не может ли быть так, что проходят какие-то болячки на этих самых энзимах, просто элементарно потому, что сидя на энзимах человек по сути и малоедет. Болячки могут проходить и просто на голодание, могут проходить на малоедение. А энзимы это и есть, считаем, малоедение. Может, поэтому и проходит. Почему тут энзимы? Может, самое важное, что человек прекращает вот так вот неистово трескать все подряд? Я знаю, что люди, которые употребляли энзимы, они не голодали при этом. Может быть, сократилось питание, понятно, в какой-то степени, количество именно съеденного. Может быть, но обычно эти результаты неоднозначны, как правило, многозначны. Попробую отделить одно от другого. а вот благовоние. Вот вы говорите, запах хвоя, он убивает микробов. Ну, понятно, в хвойном лесу надо очень постараться, чтобы простыть. А вот другие какие-то запахи вы можете навскидку назвать запах чего, что делает, например, ладан. Многие там говорят ладан, ладан, надо. Или еще что-то такое. Можете эту тему немножко развить? Ну, да, в принципе, ну, та же мелиса, например, да, она, ну, в общем-то, улучшает настроение у человека. Ну, вообще, ведь эти вот феромоны, которые выделяют там мужчина и женщина, и уже пытаются тоже синтезировать, они в реальности вызывают соответствующие притяжения между мужчиной и женщиной. Вот только лишь запах. но у нас, вы знаете, самые главные места это вот затылок, да, где волосинок покров кончается, ну, и вот под носом, где у нас тоже место выделения от этих феромонов. помимо этого, у нас эти чайное дерево, например, да, но оно может вызвать как бы возбуждение, ну, не возбуждение, а такую активную реакцию организма, со стороны организма имеет место быть, да, вот, они могут лечиться там запахами деревьев, которые у нас имеют, ну, сильные фитонциды, но кроме хвойных имеется в виду, и там чайного того же дерева, вот, то же самое масло имбиря, например, да, вот, тоже приводит к выздоровлению, ну, сейчас же, просто раньше мне задали вопрос такой, я посмотрел свои записи, я потому что этот вопрос изучал в свое время, какие запахи против чего применять, но информации здесь много, у нас хотя сейчас ароматерапия так сказать в загоне, особо-то никто и не пользуется, все привыкли глотать таблетки, но тем не менее, она параллельно в общем-то потихонечку развивается, потихонечку нарабатывает различные методы лечения. Мне кажется, все то, что у нас медицина отвергает и куда-то пытается замести под ковер, вот именно все вот это и работает. Медицина же под колпаком наших заводчиков, ничего нельзя сделать самим врачам, что бы они ни говорили, вот таких вот, у них много выдающихся достижений, но просто врачи другие не знают об этом. рак лечится, кто об этом знает, но знают отдельные, кому-то удалось вылечить наркотики, с них можно легко слезть, если там принимаешь препараты разработанные, но не буду говорить, кем, но их нельзя выпускать. Ну и много других таких вот вещей, которые давно опередили. Современность, но не применяются. У нас вообще такое ощущение, что каждый, кто чем-то всерьез занимается и следует, он как будто бы один. То есть, что бы он там не добился, его опыт не распространяется. А еще куда-нибудь этот человек может исчезнуть и все. Со всеми своими наработками. Такое да, бывает. Владимир Алексеевич, хотел спросить этот вопрос про митохондрии в клетке и что вроде униедов, кто переходит из клетки митохондрии, выходит, и там что-то другое образуется. Вот можете подробнее, что вы об этом думаете, и вообще расписать этот процесс? Потому что я внутриклеточной историей не сильно занимался, а мне очень интересно визуально примерно представить, как это может быть. Дело в том, что митохондрии, они в общем-то производят так называемый АТФ, АДН3-фосфорная кислота, которая является энергетическим в общем-то энергетической базой нашего организма. Она же митохондрия имеет свою ДНК, да, больше ведь никто, у нас органеллы, они все своего ДНК, но своего ядра никто не имеет. И поэтому заражены мы этой митохондрией. Но это требует еще, конечно, проверки. Вот нельзя так сразу точно сказать, что это однозначно может быть они нужны организму нашему. С другой стороны, вот исследования, допустим, если бы провести исследование тех же самых детишек, когда они рождаются. Есть у них митохондрия или нет? Кровеносная система. рождаются в больном организме матери. Кровеносная система матери и ребенка они не связаны. Они через кишечник только связаны. А в кишечник туда поступает кровь, впитывание происходит. И там уже происходит, так сказать, фильтрация. и кровь туда не могут попасть. Вот ребенок рождается стерильным. И кровь у него стерильная, все стерильно. А уже потом она приобретает тоже всех этих микробов и грибков и бактерий попадает все уже в организм ребенка. Они могут проникнуть через кожу и через дыхательный аппарат. Ну с пищей естественно. Ну и потом тот же Дмитрий Мыльников тоже высказал интересное такое положение, что лимфатическая система нам как бы не нужна. Потому что в околоплодной сумке этих лимфатических образований нет. То есть этой сетки, которая очень похожа на мицели грибов, она отсутствует. Ну и в мозгу тоже отсутствует. Но сейчас вроде как стало появляться у некоторых людей. Ну то есть когда заражены нереально грибком, да, грибок он захватывает и мозг, и глаза, и, ну, все в принципе органы уши, легкие, печень, везде. Ну и тоже следовало бы проверить. Но у нас в этом направлении даже никто и не пытается начать исследование. Потому что это же ведет к здоровью нации, к здоровью народа. но захватчикам она не нужна. Им наоборот нужно. Чем быстрее человек уйдет, но тем лучше они получат очередной гавах. Так гавах сейчас это универсальная в принципе валюта у нас в галактике. Гавах это да. Я кстати думал насчет этой валюты. Но ведь получается, что мы получаем энергию, вырабатываем внутри себя или можно сказать так условно от Бога или как-то так. А гавах получается, когда мы испытываем негативные эмоции, страдаем. То есть получается мы хорошую такую светлую божественную энергию понижаем что-ли в чистоте и тогда она для них становится употребима. и поэтому нас и заставляет страдать. Потому что они не могут эту энергию воспринимать в чистом виде. И мы как трансформаторы понижающие работаем. Это вот так что ли или я вот ошибаюсь? да нет так. Мы когда испытываем негативные эмоции естественно частота понижается да все божественное заглушается потому что организм все равно на чем-то одном сосредотачивается или на страдании он же не может одновременно испытывать страдания и в то же время там какие-нибудь восторги когда там читают или испытывают есть один случай когда можно одновременно испытывать страдания и радость это когда ты наблюдаешь как новая машина уходит в пропасть а в ней теща но дело в том что когда между страданием и положительной эмоцией возникает связь это уже извращение называется мазохизмом у нас есть конечно мазохист у которого такие связи возникли но тем не менее они всегда одновременно возникают а так всегда это сканирование течи какой-то одной эмоции или страдания или наоборот позитивной какой-то радости с моими глупыми вопросами пока покончим тут еще есть поинтереснее вопрос сейчас я зачитаю ну конечно ни один эфир про неедение не проходит без вопроса для чего она пищеварительная тракт это прям с этого вопроса можно сразу начинать потому что его всегда зададут так он нужен для того чтобы сбрасывать как раз избыток пищи вот ну а потом видите люди же прошлого они вот нюхали там пробовали на вкус а это создает как раз обмен веществ на что-то да вот есть сказка там о муке да ну там какому-то автору ее приписывают вообще это народная сказка так вот таких сказок кстати говоря не одна когда вот именно вырастают там какие-то части тела лишние типа рогов там хвостов или еще что-то это все могло вызвать просто какой-то запах просто какой-то вкус попробовали какую-то ягодку или еще что-то такие вещи у нас были у нас очень много исчезло видов ну то что мы употребляли в пищу у нас даже сейчас если смотреть на арсенал того что у нас в культуре вообще присутствует да вот у нас допустим овощей только порядка 20 видов да в реальности их на сегодня насчитывается 1200 которые разные народы употребляют в пищу но у нас не было такой программы при Горбачеве что-то там возникало но все это было похерено в Соединенных Штатов была такая такие намерения все эти культуры у себя начать выращивать но я не знаю это было лет 30 назад когда у них эту программу запустили на 80-е годы кроме 30 это 40 уже получается лет но тех же фруктов у нас 2000 используется 1200 овощей вот а у нас вот нет вот этого количества а следовало бы это все возродить естественно там же и аминокислоты те же которые у нас в пище отсутствуют но надо проводить исследования это же большая программа и она естественно затратная достаточно ну государство там не очень шевелится о здоровье человека наоборот там вся эта как назвали то они оптимизация той же самой медицины она привела к тому что медицина сейчас разгромлена в общем-то врачи бегут врачей нет никто не хочет работать за эти низкие ставки и даже если им сейчас их будут повышать тогда все равно никто не будет идти потому что они работают вот эта ночь понятно что у них личная жизнь никакой но это остается только наиболее преданной своей специальности во всяком случае сегодняшнее положение вещей с этими продуктами питания оно так и будет оставаться в том положении в каком сейчас мы находимся и даже еще хуже то ведь не надо забывать даже годы советской власти когда там была эта коллективизация вот все вот эти продукты которые ну были выращиваем на своих огородах там в садах крестьянами да она ведь подвергалась уничтожению тоже ну и пример я могу рассказать вот было значит земляничное дерево и было клубничное дерево они у нас росли под Москвой ну вот у нас деревья дедушка там с бабушкой они вырубили чтобы не платить ягодный налог и вот они высаживали в лесах а мы детьми бегали вот эти вот ну знали где эти растут деревья дедушки да поймают все семейство отправлялось в места не столь отдаленные их выбрасывали потом в глухую тайгу с поезда если так сказать ну только топоры давали лопатки все ну кто выживет кто выживет а вот эти деревья они растут сейчас в дендрариях Китая например у нас если дендрарии есть их почему-то тоже все время то сожгут то вырубят то еще что-то сделают у меня таких примеров не один нельзя сказать много много не может быть потому что их раздодобчался этих садов этих дендрариях в России я имею ввиду так и все все под корень убирают но вообще потому что у нас убирали ну говорить без слез не расскажешь вот сколько людей то есть те же совхозы председатели совхозов кончали жизнь самоубийством потому что им запрещали там что-то выращивать и уничтожали урожай но последние виноградники уничтожали когда лошадей там уничтожали находцев ну все время у нас происходит в принципе на глазах но до революции там до первой особенно русской революции 1905 года там очень много всего уничтожили много что запретили выращивать выращиваем только то что вредно людям то что очень полезно то что в реальности дает и молодость и бессмертие это не выращивается это не потому делают что если бы у нас выращивали какие-то плоды которые давали бы бессмертие это было бы как-то слишком халявно а бессмертие не для халявщиков поэтому в наше время бессмертным может стать только тот кто перейдет на неедение ни питье ни спание и ни дышание вот только так но есть еще такой вопрос тут вот пишет Марина она пишет что раньше вы рассказывали что наши предки сами могли создавать новые виды растений и животных а души этих растений и животных они откуда брали тогда вот в этот вопрос они с нуля создавали и эти души тоже для этих растений и животных или душу притягивали как вы ответите так и так и так может быть если нет душ тогда она сама создается а если есть душа она она вселяется душа же не сразу появляется у того же животного на определенном такой этапе как и у человека хотя вот там у нас были до революции так называемые клички да и когда выкликали имя человека которого ждут вот чтобы он воплотился он все равно как бы не сразу туда входил не сразу мог быть срощенным с этим телом может все равно надо некоторое время обжиться чтобы срасти с этим там я химию то рассказывать не буду но там слишком много интимного которое ну я вообще не люблю его озвучивать ну в крайних случаях когда приходится делать ну и поэтому если там душа не вселилась ну значит она появится прямо из самого тела потому что у нас любое вещество оно имеет всегда и тонкую структуру тонкую составляющую которая в общем-то может сформироваться тоже в тонкое тело но которое сразу становится душой но это душа она понятно она незрелая она не бессмертная она ну просто тонкое тело оно кстати говоря ну и у людей так же само но у людей все с душой рождаются потому что у нас душ на том свете слишком много вот не стараются все воплотиться хотя знают что у нас условия такие что бессмертным не будешь будешь болеть так сказать своим нормальным членом этой цивилизации то есть будешь петь будешь там курить ну и делать многие глупости которые в общем-то не ведут ни к бессмерти ни к молодости вот вот я о чем и говорю только самые мощные станут бессмертными но у меня вообще сложилось впечатление что мы находимся в общем-то на экзамене на экзамене на бессмертие пройдем мы его станем бессмертным не пройдем ну значит пойдем на головах так и все у животных ведь тоже души очень развитые ну вот все которые ну да например вороны у них интеллект развит сильнее чем у обезьян я видел эксперименты обезьяны не догадываются вороны догадываются вороны точнее ну да вот ну мне тоже как бы как и у человека в принципе разве ты ведь Павлов который вот исследовал но он как бы собак исследовал но людей тоже в связи вот но он вывод-то какой сделал что что у животных это кстати говоря секретная информация его же Павла до сих пор не рассекретили его исследование он доказал что в принципе вот семь связей которые может образовать мозг собаки да то же самое касается и человека только семь связей вот хотя в реальности ну он просто не провел дальше эксперименты у нас вот смотрите семь связей это на один только раздраж ну как бы на одно только явление на питание но с питанием работал вот а у нас же вот смотрите люди пишут книги там например выступают там в театрах там читают целые монологи наизусть это же много связей это уже говорит о том что мы имеем более развитый интерес чем животные хотя те же собаки говорят имеют понимают полностью человеческую речь и в принципе некоторые даже могут говорить но правда они составляют простые предложения да вот особенно кошки кстати говоря почему-то тем не менее значит очень не дана но у них вот этой вот языковой косточки нет ну и поэтому они вроде как и говорить не могут хотя я не знаю может быть какие-то исследования которые говорят что у них есть эта косточка ну а вот птицы и попугаи и те же вороны да сроки вот они могут и смысленно говорить да смысленно особенно вороны сосед побывал значит в этом санаторе там собака была с одной пациенткой она с собой привезла такая маленькая и гавкала но и ворону поведела гавкала но и ворону тоже на нее стала гавкать ну то есть осмысленно вполне поведение самое это интересное что они говорят в попад как и надо сказать в этой ситуации не только гавкать не только говорят они еще могут шутить я в принципе считаю что если существо способно юморить как-то шутить значит интеллект очень высоко развит тут вот кто-то в чате написал что как-то много пессимизма во всем этом нашем сегодняшнем интервью говорят какого-то вещества наверное не хватает что-то надо съесть витаминку какую-нибудь вот я не знаю насчет витаминки когда тут ситуация на планете такая почему должно быть много оптимизма может быть да витаминку